Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире предвыборная кампания кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении. Сыны Западной Армении – Давид Григориан. Вопросы армян в Западной Армении. Баку нарушил режим прекращения огня в направлении Шушинского и Мартакерского районов. Заявление посла США – внутренняя политика Армении. Пропагандистская машина бакинского диктатора распространила очередной глупый материал – ирановед. Арцах маленький только на карте, чтобы познать Арцах нужна целая жизнь. Фотограф Севак Асрян. В Руфе обрушился купол церкви Сурб Аст-Аццин. Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 18-м заседании ЗУМ, организованном в рамках предвыборной кампании на парламентские выборы декабря 2023 года. Встреча состоится 6 июля 2023 года в 20.00 по французскому времени, 22.00 по ереванскому времени. Заседание пройдет на армянском языке. Тема встречи – Арцах и Западная Армения. Присоединяйтесь к встрече с ЗУМ по указанной ссылке. Сыны Западной Армении Давид Григориан. Давид Григориан родился 17 ноября 2000 года. Вырос в селе Сардарапад Армавирской области. Младший и единственный сын в семье. С 2006 по 2007 год занимался спортивной гимнастикой. В 2006 году получил награду, участвуя в спортивном турнире. 23 июня 2007 года занял 4 место в групповых соревнованиях. С 2007 по 2018 год учился в средней школе Сардарапада. В 2008, 2010, 2011, 2012 году награжден благодарственными грамотами за отличную успеваемость и примерное поведение средней школы Сардарапада. С 2009 по 2010 год занимался каратэ. 20 февраля 2010 года удостоен награды 2-го разряда. 17 июля того же года удостоен награды в армавирском филиале. С 16 октября в первенстве комитета Армении получил третий разряд. В 2010, 2012, 2014, 2015 году участвовал в конкурсе по математике «Кенгуру». 18 марта 2010 года, набрав 52 балла, занял первое место. С 2011 по 2013 год занимался шахматами. В 2011 году на чемпионате по шахматам занял второе место. С 13 по 20 июля 2012 года участвовал в 7-й международной олимпиаде по шахматам Грузии. В 2011 году получил второй разряд по шахматам. 25 октября 2014 года занял третье место в чемпионате пауэрлифтингу Армавирской области. 6 июля 2016 года получил уровень А2 по немецкому языку. В 2018 году окончил школу, продолжив путь старшей сестры Рип Симе, поступив на финансовый факультет Ереванского государственного экономического университета, оставив учебу незавершенной. 13 июля 2019 года призван в армию. В учебной воинской части Гюмри прошел 6-месячную учебную подготовку сержанта. 1 июля 2019 года получил звание младшего сержанта, продолжив службу в воинской части Гадрута. За премьерную службу 8 апреля 2020 года получил звание сержанта. За месяц до второй арцахской войны 19 августа 2020 года получил звание старшего сержанта, командира противотанкового расчета. С 27 сентября 2020 года в Арцахе участвовал в боевых действиях на участках Карахамбили и Физули, сбив 15 танков и одну единицу БМП. 4 октября указом президента Арцаха Араика Арутиняна удостоен высшего звания Герой Арцаха. 2 ноября Давид и трое друзей погибли, отдав свою жизнь родине. Вопросы армян Западной Армении. В селе Ацекац или Ацик провинции Торон, губернии Туруберян, где родился создатель армянского алфавита Месроп Маштоц, говорят, испекали хлеб и для богов, из-за чего он и был назван Ацекац. Деревня Старшая Рима на 3000 лет. В селе Ацашин Таллинского района 7000 лет выращивают пшеницу. Пшеничный хлеб в Египте начали выпекать 5000 лет назад. Это дает основание считать, что родина пшеницы – Армения. Первыми, кто употреблял хлеб армяне. Армянская кухня создавалась на основе бобовой и зерновой культуры. Основным зерновым растением Армении является пшеница – жемчужина злаков, из которой готовят хлеб, макароны, пшеничную муку, пшеничную крупу и кондитерские изделия. Пшеница – однолетнее растение, распространенное на всех континентах. Известно 25 диких и культурных сортов пшеницы. В Армении выращивают 13 видов дикой пшеницы – вайри, миахатик, вайри, урартакан, араратян и прочие. Терновая культура крупы, приготовленная из цельных или молотых зерен злака – пшеница, ячмень, овес, завар, рис, кукуруза. В Армении крупу готовят из пшеницы и бука. Виды пшеницы – крупы сырая крупа – куркот, молотая сырая крупа, вареная и молотая крупа – булгур. Армянские блюда в основном состоят из зерен и муки, крупы, похинза, лапши. Распространенные в Древней Армении супы в основном готовились из лаков, в обед добавляли пюре из муки, подавая его в виде соуса. Из крупы готовят каши, супы, плов, постную, толму, харису, куркот. Из жареных и крупно измельченных зерен пшеницы делают похинзь из муки древней сорта армянского хлеба, который готовится в тонере бахарш-анек – бездрожжевый хлеб. Бокон – круглый хлеб диаметром около 50 см с отверстием в середине. Лаваш, напоминающий пергаментный лист. Вполне естественно, что слово хайс, что на армянском означает «обсыпанная водой» и еще не сброженная мука, связано с названием коренных жителей Армении – хай. Для соседних народов армяне были и продолжают оставаться как народ землетельцев и хлебопеков. Вооруженные силы Баку с 18.55 4 июля до 00.10 часов 5 июля нарушили режим прекращения огня в Шушинском и Мартакерском районах с применением стрелькового оружия. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах, отметив, что с армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня подоложили командованию российских миротворческих сил. По состоянию на 9.30 часов 5 июля ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная. Минская группа ОБСЕ не приостановила работу. Если в будущем будет возможность конструктивной работы, то США не против этого, заявила посол США в Армении Кристина Квинт в беседе с общественным телевидением. Несмотря на то, что минская группа и соприседательство не работают, тем не менее, мандат, которым решением ОБСЕ наделено соприседательство, не отменен. Пожалуй, по той простой причине, что не решен вопрос для занятия, которым был создан данный мандат. Речь, естественно, идет о борцарском конфликте, который всегда в своей глубине и целостности был армяно-араджбаджанским конфликтом. Более того, вопросы, которые на практике сегодня лежат на столе, с разными акцентами и тоннами, лежали на столе практически всегда, просто имели другие проявления и расклад, поскольку статус КВО и статус КВО в регионе были другими. По большому счету, происходящее сегодня в этом смысле является продолжением просто уже в условиях нового международного статуса КВО и новых отношений между составляющими его силовыми центрами войны, что, в свою очередь, приводит к катаклизмам в отдельных регионах. При этом, фактически, кроме бакинских властей, никто не ставит под сомнение мандат соприседательства, как бы им не пользовались субъекты в настоящее время в режиме жесткого противостояния друг другу в гибридной войне. Соединенные Штаты заявляют, что не против, если в будущем будет возможность конструктивной работы над мандатом соприседательства. Правительство Западной Армении в ответ на интервью посла США в Республике Армении Кристины Квинт, касающийся внутриполитической жизни Армении, желает подчеркнуть. Желаем обратить внимание на озвученные мнения, касающиеся арцарского конфликта и статуса КВО. Наше правительство постоянно напоминает, что новая геополитическая карта без государства Армении, того государства, которое было воссознано еще в 1919 году по госам-набуарам и признано в 1920 году более чем 25 государствами, нашедшая преемственность в виде Республики Западной Армении, не может быть сформированная новая геополитическая карта. Уверены, что всем понятна эта реальность. Новые отношения и статус КО силовых центров могут быть обеспечены только единством государства Единая Армения, Западная и Восточная Армения Арцах, Нахачеван, Чавахк. Ирановед Вартан Восканян пишет, Прогабагандистская машина бакинского диктатора распространила среди армян очередной глупый материал о фамилиях, которые якобы имеют тюркское происхождение, на основании чего делаются далеко идущие выводы. Факт того, что такие фамилии есть и что они в основном являются результатом замены трудных для понимания и произношения, для туркоязычных жителей Османской империи армянских имен на турецкие имена или профессии данного лица или семьи при оформлении паспорта неоспорим. Из них, например, Демирчан Кузнец, армянская версия Дарпинян, Бояджан Маляр, армянская версия Неркарарян, Баркадакчан Гончар, армянская версия Брутян и прочие. Однако невежественные бакинские пропагандисты считают, что эти фамилии имеют ни больше, ни меньше, как азербайджанское происхождение. Например, фамилии Сарксян или Шахназарян, первая из которых имеет латинский Саркис, а вторая персидско-арабский Перс, царь, шах, араб, взгляд, корни. Я неоднократно отмечал, что проиграть этим невежеством в навязанной нам гибридной войне позорно. И смыть это клеймо позором можно только победой. Правительство Западной Армении неоднократно касалось проблем коренных народов. Среди них вопрос фамилий. Армянские фамилии, как отмечает господин Восконян, в основном связаны с профессиональной деятельностью. Существует родословное происхождение. Пакинские власти, не будучи коренными и не имея собственного народа, культуры, литературы, даже собственного алфавита, привыкли присваивать чужую культуру и национальную принадлежность. Этот факт – лучшее доказательство тому. Именно эти вопросы наше правительство обсуждает в Комиссии коренных народов ООН. Следующие заседания состоятся на следующей неделе. Президент Республики Западной Армении Армян Акабравян коснется этой проблеме с целью создать новую гемографическую ситуацию в Армении. Арцах мал, только на карте. На самом деле, чтобы познать уменьшившийся в несколько раз Арцах, нужны мне месяцы, нужна вечность. Я начал фотографировать с 2016 года, планируя организовать фотовыставку о нераскрытых уютных местах Арцаха. Но 44-дневная война изменила планы. Также название презентации. Теперь она под названием «Сила памяти». В беседе с Ассюр Аэм рассказал фотограф Севак Асрян. Выставка в Степанакерте была очень эмоциональной. Мне казалось, что я рисовал пейзажи, жизнь, и люди не должны были быть так взволнованы. Глядя на фотографии, как на фотографии войны, между тем реакция людей была прямо противоположной. Один из посетителей, глядя на фотографию, сказал, в нашем селе есть такое место. Я же спросил, как называется твое село. На что он ответил, с окнах. Я сказал ему, что на фотографии именно с окнах. Мужчина заплакал. Оказалось, я фотографировала память людей. Люди подходили и говорили, как жить без всего этого, почему мы должны скучать по Гадруту, Шуши, нашему селу. Не хочу сказать, что Арцах – это сердце Армении, но без Арцаха мы неполноценны. Будем жить наполовину. Мои фотографии также напоминают об этом. После войны я часто спорил с людьми, со многими порвал связь. Те, кто говорили, сдадим Арцах, будем жить хорошо. Сожалею, что он не дал им пощечину вовремя. Во-первых, я обвиняю себя в том, что в свое время не сделал каких-то конкретных шагов. Сейчас многие мне говорят, что у меня есть все возможности уехать из Арцаха, но я не смею даже думать об этом. Для чего я столько работал, чтобы оставить все и остаться без Родины. 9 ноября 2020 года мой сын находился в Ереване. Он непризывного возраста. 9 ноября сын позвонил, плача, кричал. У меня тоже нет Родины. Каждый раз, когда кто-то говорит о сдаче Арцаха, я вспоминаю слова сына и не хочу, чтобы мои дети остались без Родины. Это вторая блокада в моей жизни. Первая была в 90-е годы. В те годы я был юным и не понимал, что происходит. Но сейчас могу дать четкую оценку. В 90-е мы знали, что мать Армения за нами. Руководство думало, как доставить товары в Арцах. Руди составляли отряд из 10 человек. Через горы и ущелья на вертолетах добирались до Арцаха. Люди от восторга кричали. Ведь понятно, что 10 человек не перевернули бы горы. А оказалось, что смогли и перевернули. Сегодня все делают наоборот. Чтобы мы потеряли связь, чтобы не было объединения, чтобы вновь не образовались отряды. Люди понятия не имеют, что потеряли. Фотоальбом «Сила памяти» создан именно для этого. Сожалею, что не реализовал свои идеи вовремя. Я очень хотел сфотографировать казачицу под звездным небом, но не успел. Но я чувствую, что у меня будет возможность сфотографировать не только шуши. Меня считают фантазером, но я верю в свое предчувствие. Купол церкви Сурб-Асфатацин, одной из исторических церквей села Гермуш, а Урфы, обрушился. В предыдущие годы храм день от дня повреждался казнокрадами, что и привело к обрушению. С 2017 года не было принято действий по восстановлению церкви. Более того, старое кладбище сносится для строительства новостроек. Что доказывает, храм был намеренно отставлен на произвол судьбы. В Гермуше, который до 1915 года был самой большой деревней района Урфы, помимо церкви существовала школа, в которой обучалось более 100 учеников. Имеется надпись, в которой говорится, что церковь была восстановлена окопом Ардвесяна в 1881 году. До 1915 года церковь служила местом молитвы для армян, после чего была передана Шумеру Паше, руководившему Гамидовским полком. На сайте Мерии Урфы о дате церкви и армянском наследии не упоминается. И в завершении новостей послушаем песню «Дзахорт Орель» в исполнении ансамбля Гагика Мурадяна. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok